Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на телеканале Ютун ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. 17 октября в Керченском политехническом колледже студент 4-го курса Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал самодельное взрывное устройство. На данный момент известно о гибели 21-го человека и около 50 раненых. 21-й погибшей стала 16-летняя девушка, которая скончалась на борту вертолета, который из Керчи доставлял ее в больницу в Симферополь. А с нами на связи специальный корреспондент из Дательского дома «Коммерсант» по Крыму Вадим Никифоров. Вадим, рад вас приветствовать, хотя печальные события. Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде всего, разрешите от ИТОН ТВ в вашем лице выразить соболезнования всем крымчанам в связи с этой ужасной трагедией. Но жизнь продолжается, и, мне кажется, будет правильным, если люди об этом будут знать как можно больше информации. Первый вопрос мой к вам, Вадим. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже, не мог подготовить нападение в одиночку. Установлены ли какие-либо, может быть, факты, подтверждающие правоту главы Крыма? Дело в том, что фактов пока что о расследовании достаточно мало. Известно пока точно эта информация, которую говорят, что внутри колледжа он был один. Вот этот юноша, который устроил стрельбу и взрывы. Но действительно, правоохранитель отрабатывает версию, что у него были сообщники, которые его могли готовить или как-то, скажем так, настраивать на эту акцию. Потому что, ну, есть косвенные подтверждения, что там достаточно сложные взрывные устройства, достаточно сложный арсенал у него был там большой, который не совсем понятно, как парень приобрел, потому что я общался с соседями, с коллегами матери его. Они говорят, что семья жила достаточно бедно, и у них не было денег, поэтому не совсем ясно, как ему удалось все это самостоятельно подготовить и совершить. Вадим, мы пытались, хотели с вами связаться еще вчера, вы как раз были в дороге из Симферополя в Керчь. Сейчас вы там на месте, вот как я понял, вы встречались, с людьми разговаривали. Первый шок прошел или люди все еще находятся в ужасном состоянии? Шок не прошел, потому что событие, ну, очень страшное. Люди до сих пор не верят, что такое произошло и произошло в их городе, что это произошло в учебном учреждении, что погибло так много подростков, ну, то есть детей. К колледжу несут цветы, игрушки, там, свечи, очень много людей, целый день идут верениться людей к колледжу. И студенты туда приходят, студенты вспоминают вчерашний день с ужасом, как они оказывали помощь пострадавшим, как они спасались от выстрелов, от пуль. Вот так что настроение, конечно, не улучшилось. Вадим, ну, вот, тем не менее, есть публикации, масса публикаций, причем не в социальных сетях, а даже на серьезных интернет-порталах российских, где приводятся слова очевидцев, которые говорят о том, что все-таки стрелявших было несколько. Это то, что называется, от страха глаза велики? Или действительно предпосылки к этому все же есть? По официальной версии, все-таки стрелявший был один, а свидетели, и в том числе и те, с которыми не удалось пообщаться, говорят о том, что было несколько стрелявших, потому что стреляли с разных сторон, есть люди, которые слышали выстрелы из разного оружия, то есть выстрел, который звучит, отличается по звуку. Вот, ну, по крайней мере, вот на тех видео, которые я видел, да, там выстрелы вроде одни, но сложно сказать, потому что действительно очень много людей, которые были на месте событий, которые попали вот в эту ситуацию сложно, они говорят о том, что много было, ну, что несколько было человек там. То есть такая информация действительно есть. Она пока игнорина. И на самом деле, люди еще шокированы числом, количеством погибших людей и раненых людей, и просто не верят, что один человек мог такое сделать, причем человек, не имеющий никакой специальной подготовки, просто 18-летний парень. Скажите, пожалуйста, вот вы уже сказали, что семья была достаточно бедная, денег на то, чтобы приобрести такого рода спецарсенал, в общем-то, не было. Косвенно это подтверждают и слова детского омбудсмена Крыма Ирины Клюевой. Она заявила, что буквально сегодня прочитал, за час буквально до эфира, она заявила, что документы, которые позволили убийце приобрести ружье, были поддельными. Об этом кто-то говорит или только Клюева об этом говорит? Ну, я, если честно, не услышал пока здесь такую информацию, я тоже буду ее проверять. Тогда еще один вопрос. Следственная группа во главе с генерал-майором Сергеем Голкиным, курировавшая в свое время расследование терактов в Санкт-Петербургском метро и пожар в Зимней Вишне, в Кемерово, ведет это следствие. А представители этой группы как-то общаются с журналистами, с общественностью, устраиваются какие-то брифинги. Как доводится вообще, вот вы там на месте, вы как журналист, как до вас доводится информация? Брифингов именно следователей, представителей следственной группы пока здесь не было. Ну, то есть, следователи работают, здесь работает очень много следователей, все время общаются и с родственниками, ну, в общем, везде места какие-то, которые с ним связаны, то есть, магазин, где он покупал патроны, дом, где он жил, двор, в котором жил его отец, колледж, там везде встречаются сотрудники следственного комитета, сотрудники полиции, которые проводят какие-то действия все время. Вот, но какой-то информации пока что официально достаточно мало. Именно следователи. Вы сказали очень интересную вещь, вам удалось пообщаться с его матерью, что мать говорит? Матерь ей не удалось пообщаться, но мне удалось побывать вот рядом с их домом. Мать его, ну, насколько я понимаю, находится там сейчас, но она не открывается, с журналистами не общается. Сейчас, насколько я понимаю, она общается с правоохранителями, опять же, не приезжали. А соседи что говорят? Какой он был, хороший мальчик? Ну, обычный парень, ну, замкнутый, что они видели ни с друзьями, ни с девушкой. Ну, ходил парень, бегал на стадионе здесь, рядом. Ничем особенно не запомнил. В этом, может быть, вся и трагедия, что парень был не особенно обычный. Вадим, огромное спасибо, что нашли время для этого интервью. Спасибо, всего вам самого доброго. И еще раз примите наши соболезнования всем крымчанам. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Будьте осторожны. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова